Помните игру «Море волнуется» раз? Пока ведущий считал до трех, игрокам нужно было застыть в определенной позе и не шевелиться. Этот экзотический коллектив, видимо, тоже что-то знает об игре из детства. Рептилии выбрали удобную позу и замерли, чтобы вы смогли разглядеть всех как следует. Если вы давно хотите завести змею и не знаете, с кого начинать, вот топ-3 рекомендации от опытных заводчиков. Новенький в экзотической компании – активный и маленький карликовый питон. Ученые очень долго хотели вывести именно карликового питона, и вот получилась окраска у огромных 12-метровых питонов. Но ест он меньше, да и выглядит не так устрашающе. Если карликового питона с детства приучить к рукам, он станет хорошим другом семьи. Маисовый полос – вид змей для начинающих. Самая простая, спокойная и неприхотливая змея. Быстро привыкает к хозяину, ест один раз в три недели. Красно-белая змея-рыжуха сейчас в своем максимальном размере. Живет здесь уже три с половиной года. У хозяев нареканий нет. На втором этаже под рыжухой живет еще один маисовый полос – красотка. Она меньше, чем сестричка, совсем не агрессивная и очень красивая. Эублефаров тоже рекомендуют начинающим. Они интереснее змей, с виду чем-то похожи на ящериц. Единственный минус в их содержании – нужно подумать о питании. Насекомых нужно покупать у заводчиков. Там сверчки и тараканы серильные и полезные для эублефаров. Приглядеться к рептилиям можно в комнате страха зоопарка «Зверополис». Здесь они живут душа в душу и ждут знакомства с вами.